В общем, эта девушка уже ушла. Она уехала домой на три дня. Разделавшись со всей работой, он пришел, чтобы встретиться. Дом Мао-Мао находится в квартале красных фонарей и расположен не очень далеко от внутреннего дворца. Внутренний дворец и квартал красных фонарей одинаковы по площади и окружены прочими постройками столицы. А квартал красных фонарей лежит прямо напротив императорского гарема. Так что это так близко, что достаточно просто пересечь ров. Настоящая роскошь, нанять экипаж, чтобы добраться. А он в неплохом настроении с тех пор, как поверил, что я говорил правду. О, он напевает. Три принцессы Малахитового двора подобны божествам, что выседают на облаках и привлекают внимание горожан. Даже чтобы заказать там чай, придется расплатиться с серебром. Вечную встречу с ними можно считать честью. А, вот и он. Квартал красных фонарей. Возвращение домой десять месяцев спустя. Не все картизанки одинаковы. Некоторые из них продают свое тело, другие же искусства. Чтобы повысить свою значимость и стать востребованными, они не принимают много клиентов и не спят с мужчинами. Многие девушки из города стремятся быть похожими на них и стучат в двери квартала красных фонарей. Разумеется, этого не так-то легко достичь. Это мир, где даже комура, 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 юные девушки, прислуживающие высококлассным картизанкам, не могут быть уверены, что у них будут клиенты. Мы на месте, верно? Да. Так это и есть малахитовый двор? Огромный. Малахитовый двор. Это место, где собираются картизанки от среднего до высшего класса. Дела этого заведения идут хорошо даже для стричного квартала красных фонарей. О, давно не виделись, бабушка. У всех ли все... Что еще давно не виделись? Что еще за давно не виделись? Ты глупая девчонка. Какая себе. Какая ностальгия. Ты опять же ты ешь, глупая девчонка. Вот так я много раз избавлялась от принятого яда. С тобой все хорошо. Что я не так с этой пожилой леди? Эта пожилая леди управляет малахитовым двором. Хм, это наш почетный гость. У него красивое лицо и хорошее делосложение. Если судить по тому, что я слышал о нем, он может улучшить наш бизнес и повысить статус девочек. Бабушка, разве следует говорить это прямо перед ним? Эй, позови Пайрин. Сегодня мы будем пить молотый чай. Пайрин? Я так взволнован. О, так она зовет Пайрин, которая хорошо в танцах. Офицеры и Хак, уверены ли вы в силе своих рук? Мое тело хорошо натренировано. Вот как. Возможно, он будет способен это сделать. Проходите сюда, пожалуйста. Да. Прошу, развлекитесь как следует. Ладно. Куртизанки высшего класса редко спят с мужчинами, однако это не значит, что они не могут влюбиться. Сладкий сон длиной в целую ночь станет для него воспоминанием всей жизни. Мау-мау, как ты посмела пропасть на 10 месяцев и даже весточки не прислать? У меня не было выбора, я работала во внутреннем дворце. Вы прочитали письмо на деревянной дощечке, которую я присылала? После прочтения я сначала хотел отказать, но затем подумал о всех трудностях, через которые тебе пришлось пройти, чтобы отравить его. Не знаю, что-то вы понимаете. Здесь половина полученного мной за время работы... А, это мау-мау говорит. Здесь половина полученного мной за время работы во внутреннем дворце. Я специально захватил их, чтобы подготовиться заранее. Хм, этого не хватит. Я не ожидал, что вы позовете Пайрен. Можете чай подать бесплатно. Дурочка. А снизиться она немного. Не может быть, чтобы Пайрен ничего не сделала с этой горой мышц. А, и то верно. Но я же ничего не могу с этим сделать. Хм, какая жалость. Я прослежу, чтобы это записали на твой счет. Нет, я не могу заплатить. Что? В худшем случае ты можешь расплатиться собственным телом. Бывают люди со странными вкусами, которые предпочитают страшненьких вроде тебя. Но у меня остался еще год во внутреннем дворце. Тогда приведи хорошего клиента. Молодого, высокого, красивого парня, вроде того, кого ты привела сегодня, от которого мы могли бы получить деньги. Хм. Может ли Евнук стать клиентом? Не, это не сработает. Куртизанки. Всерьез увлекутся, и в борделе начнется хаос. Гусюн и Лекарь тоже не лучшая кандидатурой. Им будет неловко в подобном окружении. Мау-мау, старик должен быть дома. Ступай скорее к нему. Да, поняла. В квартале Красных Фонарейси вы забредете в переулке. Открывающийся вашим глазам вид может коренным образом измениться. Вдоль улиц выстроились ряд нищие, бездомные... Нищие, бездомные и сифилитики. Ну, все от сифилиса. Я вернулась, старик. Хм, с возвращением. Ты пропозднилась. Вот. Наконец-то я вернулась. В тот день, когда я отправилась собирать красители для моих веснушек там... А, ну, если типа вкратце она пересказала. Поэтому я сейчас работаю дегустатором в Нефритовом дворце. Мне остался еще в год службы, так что я должна буду вернуться послезавтра. Вот как. Я уже сыпаю, но хочу принять ванну. Можешь сделать это завтра утром. И взять горячую воду из Малахитового двора. Ага, так и сделаю. Внутренний дворец, да? Полагаю, это судьба. Э? Ну ладно, думаю, это потом всплывет. Э, у старика нет. Раз нет мотыги, вероятно, ушел на поле. У него проблемы с ногами, он довольно стар. Я надеялась, он перестанет смотреть за посадками. Мой отец предпочитает самостоятельно изготавливать лекарства из целебных трав. И выращивает их в лесу за пределами квартала красных фонарей. Здесь целебные травы тоже неплохо растут. Дверь же сломаю, что случилось? Твое лицо мне незнакомо. Ты чужая Камура? Если ищешь старика, он уже ушел. Пойдем скорее, надо спешить. Э, погоди. Поняла, поняла. Хоть я и хотел сходить за горячей водой. Сестра, я привела аптекаря. Это центральный бордель, разве нет? А, сюда. Этот запах... Хм... 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 Пока что мы смогли вызвать у них лишь в роту. Этого недостаточно. Мужчина не дышит, и дыхание женщины слабое. Я проверю, не забилось ли горло рвотой. А вы позаботьтесь о женщине. Да. Пульса тоже нет, горло не забито. Выходит только слюна. Ах, хвала небесам. Ты принеси воды. Стой. Не давайте ей воды. Уголь. Принесите уголь. Ладно. Наоборот, нужно, чтобы она... Выблевала что-то, да? Вот, тебе ведь... Можно воду, верно? Да, спасибо. Все это с самого утра. Вот уголь. Ага, теперь... Принеси мне что-нибудь, чем можно писать. И деревянную дощечку. Да. Да. Отравившимися были куртизанка и ее клиент. С момента, когда они приняли яд, прошло не слишком много времени. Два сосуда со спиртным. Разбитый стеклянный бокал. На матрасе разводы двух цветов. Трубка для курения табака. А это соломинка. И еще это разбросанная повсюду зола от табака. Это будет непросто. Эм, вот деревянная дощечка. Трубка и кисть. Спасибо. Позови моего старика. Он в поле на южном окраине квартала. Передай ему это, и он поймет, что случилось. Я оказал им первую помощь, но лучше поторопись. Поняла. Хочу принять ванную. Хороший вопрос. Автор, блин. Может, место пытается выбить, я не знаю. Хотя, тогда бы она, наверное, не так активно действовала для спасения. Типа она слишком активно прибежала и прям утащила. Ну, ладно. Не будет спокойного отпуска, я так понимаю. Неожиданные проблемы. Не знаю, насколько это арка целая или все довольно быстро закончится. Ну, глянем дальше. Конец записи.